За ступорем. Значит, в чате я вам ответила. Посмотрите. Кстати, посмотрите все чат. Там мой адрес, на который надо писать письма. Бога ради, не пишите на корпоративный адрес. Если я, не дай бог, туда захожу, я потом не могу до своего нормального никак добраться. Происходит какая-то там свистопляска, и это мучительно. Пишите, пожалуйста, посмотрите все в чате. Мой нормальный адрес. Исуслина. Собака. Майл. Ру. На который мне можно посылать письма, если есть какие-то недоразумения. Значит, опять я забыла. Лука. Значит, Лука, если хотите, можете мне, я как-то написала, прислать письмо с вашим индивидуальным почтовым адресом, и если есть какая-то информация, ну, в принципе, если я не забуду, напоминайте только тогда мне, я могу вам эту информацию пересылать. Или обращайтесь к старости группы. Я не знаю, там две группы вообще-то, в какой вы. Ну, посмотрите, кто ваш староста. Так, Лука, это понятно? Лука. Не отвечает. Понятно. Он или она? А, вот, да. Хорошо. Значит, пожалуйста, значит, ежели что непонятно, ну, вот два варианта связи со мной. Так, хорошо. Значит, поехали-таки туда, куда надо. Так, вот это учебник «Ротарь». Значит, я повторяю, что ДВИ-шный файл на диске есть. Вы можете его благополучно себе выгрузить и посмотреть. Значит, первая часть, по крайней мере, дискретная, там вполне понятно и, может быть, полезно посмотреть. В общей части там начало вовсе не так, как мы будем говорить. И вообще, скажем, у «Ротаря» нет даже четко калмогоровских аксиом. Они, конечно, есть. Я вчера внимательно посмотрела. Если внимательно посмотреть, что там написано, то они, конечно, есть, куда ждеться. Но они не называются аксиомами калмогоровой. Как-то вот немножко странно представленные. Но вообще-то очень неплохой учебник во многих разделах. Так что прошу любить и жаловать. Кроме того, учебник «Черновый» очень неплохой. Его можно смотреть. И, значит, вот наше это самое «Позитнов». В принципе, я могу скинуть список учебников, которые можно смотреть. И что я могу сказать? Сейчас я только вспомню, как это называется «Кошмарность». Есть какой-то стандартный учебник, который якобы рекомендуется там всем и вся. И у нас в библиотеке. Но он совершенно... Его нельзя брать, короче говоря. Только если бы мне вспомнить фамилию автора. Дело в том, что там просто ошибки. И вытащить все ошибки я физически не могу. Я могу рекомендовать учебники, в основном, простите, написанные в прошлом веке. По той простой причине, что до 91-го года учебники по теории вероятности более или менее писали люди, которые в этой теории вероятности что-нибудь понимают. Хотя вот тот, по поводу которого я сильно ругаюсь, он, по-моему, в первый раз появился еще в прошлом веке, опять же. Но он кошмарный. Я знаю там, по крайней мере, пять грубых ошибок. А выискивать все их, ну, у меня нет сил. Поэтому, пожалуйста, вот-вот-вот-вот. Я потом вспомню, постараюсь, потому что, так как у меня этот учебник вызывает только внутреннюю дрожь, я и даже и автора не помню. Он много где рекомендован, там, у нас, но никаких моих рекомендаций по этому поводу нет. Ну, вот вспомню. Значит, я напишу, если хотите, рекомендации учебников, которыми можно пользоваться. Нужно это? Да, давайте. Что-что? Вы вдвоем говорили, ничего не понятно. Повторите, пожалуйста, еще раз. Одна девушка говорила, один молодой человек. Пожалуйста, по очереди. Повторите. Да, было бы неплохо, если бы вы список рекомендовали. Хорошо, хорошо, хорошо выдам. Ну, вот там у нас вероятность и статистика со статистикой дело не очень хорошо обстоит. Разве ту же Чернову я могу рекомендовать с точки зрения математической статистики. Ну, и вот тот самый позит и так далее, который наш, я могу рекомендовать с точки зрения математической статистики. Остальное как-то не очень. Ну, там вот еще Медведев какой-то есть. Ну, ладно, напишу я список того, что можно. Со статистикой дело хуже. Потому что нормальная статистика началась где-то в 70-х годах, 1970-х. Успели как следует написать по статистике асимптотической достаточно мало. Ну, я бы сказала, учебников как таковых и то, что было до туго, это не асимптотическая статистика. Ну, конечно, на это можно смотреть, только не асимптотическая статистика обладает тем очаровательным свойством, что там для каждого распределения нужно строить свои так называемые достаточные статистики и свои формулы выводить и так далее. Ну, это немножечко трудновато делать. В то время как асимптотическая статистика, она работает сразу для любых распределений. Да, она немножко проигрывает там в скорости и в точности, но при выборке, то есть при количестве объектов, с которыми вы работаете, по порядку сотни, там отличие идет уже в третьем-четвертом знаке за запятой. И в практических ситуациях это уже несущественно. Поэтому то, что я попытаюсь вам рассказать, суть асимптотическая статистика, а по ней, ну, крайне мало нормального учебного материала. Не учебное-то есть, а учебного очень мало. Так, ладно. Значит, я повторяю, это несколько страниц из ротаря, которые я положила сюда на диск, но, повторяю, сам учебник выложен, и выкачать вы его можете, я вам показывала. Итак, некоторые конкретные классические схемы. Ну, во-первых, здесь кое-что о перестановках и разбиении по группам. Вот как раз по поводу разбиения по группам у нас сегодня возникало кое-что, вот с этим n связанное. Ну, и с числом сочетаний. Итак, ну, давайте. Перестановки. Число способов, которыми можно упорядочить или переставить n элементов. Именно переставить. Это просто n факториал. Значит, дальше здесь рассказывается, почему это правда. Значит, расставим произвольным способом. Господи, что-то написано. n минус 1 элемент, да. Тогда n-ты можно поставить перед первым элементом или перед вторым и так далее, и, наконец, после последнего. Таким образом, для этого последнего элемента есть n мест. Ну, вот и получаем фактически индукционно, что их действительно n факториал. Ну, дальше какой-то пример. Но это не очень интересно. Так, дальше идет. Так, давайте увеличим, чтобы вытащить все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не очень-то это. Вот это вот формула Стирлинга. В принципе, первая строчка – это формула Стирлинга. Представление для n факториал через степенно-показательную функцию, показательную функцию, степенную вообще говоря, ну и так далее. Значит, только что вот это n – это некоторый остаток. Все, что о нем можно сказать, это ограничить его сверху. Больше либо равно нулю, конечно, и меньше, чем единичка делить на 2n. Формула Стирлинга, я не знаю, потребуется она нам или нет, потому как я сейчас пока еще не представляю на 100%, что я успею с точки зрения теории вероятности вам рассказать. У вас 40 часов – это как бы меньше, чем один семестр, но чуть больше, чем полсеместра. Ну, надо бы вот очень аккуратно посмотреть, чтобы мы уложились с теорией вероятностей в 20 часов и с математической статистикой в 20 часов. И если статистику я могу просто обрезать, то с теорией вероятностей так не получится. Надо как бы выкидывать что-то из середины. Ну, поэтому я вот не гарантирую, что я буду использовать формулу Стирлинга. Она нужна для доказательства локальной теоремы Моавра-Лапласа только. Так, хорошо. Теперь это было первое. Перестановки. Второе. Разбиение на группы. Сколькими способами можно разбить n элементов на k, как, конечно, меньше либо равно n групп, так, чтобы первая группа содержала n1 элементов и так далее. Катая содержала nk элементов. Ну, вот, собственно, мы только с этим общались, когда говорили о полиномиальном распределении. Например, n студентов распределяются по k капедрам, причем кафедры могут принять n1 и так далее, nk студентов. Пусть вот это количество n – искомое число. Разобьем все элементы на группы. Так, из n количество указанных способов и расставим в ряд. Сначала элементы первой группы, затем второй и так далее. Произвольным образом переставим между собой элементы первой группы. Это n1 факториалов вариантов. Затем переставим элементы второй группы, n2 факториалов вариантов и так далее. Ясно, что такая процедура приведет к какой-нибудь перестановке с n элементов, в которой будет именно n1 первого типа, n2 второго типа и так далее. Следовательно, можно сказать, что общее количество перестановок есть количество вот таких вот способов, умноженное на n1 факториал и так далее на nk факториал. Тем самым, вот как раз это число и есть n факториал делить на 1 факториал и на nk факториал. Ровно вот это число у нас только что и возникало в полиномиальной схеме. Там нужно было делать ровно то же самое. Я попыталась, ну, довольно быстро, правда, поскольку это уже был конец самой занятия, и сказала, что бог с вами не поняли, ну, не поняли, объяснить, что можно просто в каждом из вариантов вот такого представления числа n в виде n1 первых исходов, n2 вторых исходов и так далее. Каждый из таких вариантов представить в следующем виде. Сначала идут первые возможные варианты, потом вторые и так далее. Ну, вот именно их-то и можно переставлять между собой местами. В конце концов, их можно и не ставить на первые места. Просто если мы будем их менять местами, ничего не изменится. И таких вариантов поменять местами n1 факториал. Ну, соответственно, дальше n2 факториал, ну и так далее, nk факториал. То есть, действительно, вот это число n, все возможных способов разбить n элементов на k групп, так, чтобы первое содержало n1 элементов, а последнее nk элементов может быть найдено, как n факториал делить на n1 факториал и так далее на nk факториал. До какой-то степени вот это вот прояснилось формула 3. Кому все еще непонятно? Прояснилось что? Хорошо, ладно, понятно. Теперь, k только 2. m1 есть m. Получаем формулу для числа сочетаний. Ну, это стандартная формула. Значит, эта формула, в принципе, есть, ну, я могу показать, где. Так, и теперь вот важно то, ради чего я, собственно, это все здесь и поместила. Размещение частиц по ячейкам. Пусть теперь n частиц, ну, n шаров, нужно разместить по r ячейкам, по r урнам. Скажем, тут уже пассажиры. Каждый из n пассажиров лифта выбирает один из r этажей, ну, на котором, скажем, выходит. Правда, странные люди, которые там же, где входят, там же и выходят. Ну, мало ли, почему. Или n элементарных физических частиц распределяются по r небольшим областям фазового пространства. Ну, или по уровням энергии. Я предлагаю шарики разместить по r урнам. Теперь, правила распределения этих объектов могут быть различны. Значит, правил четыре. Первые два правила касаются того, сколько можно элементов помещать в каждую ячейку. Вариант один. В каждую ячейку можно размещать сколько угодно частиц. Во второй вариант. Не более одной частицы. Естественно, если не более одной частицы, то вот этих ячеек должно быть больше, чем частиц. Иначе такое размещение невозможно. Но об этом будет сказано дальше. И теперь второй вариант различных распределений. Частицы могут быть различимы. Ну, хоть с каким-то образом. Занумерованы или еще как-то. Или неразличимы. Значит, каждое из этих правил порождает свое пространство элементарных исходов. Так. И куда мы пришли? Сумма можно зайти. В чем здесь схема вернули? Так, извините, что-то здесь странное. Ротарь. Сейчас я посмотрю, что здесь происходит. Может быть, это не ротарь. Что-то у меня сегодня очень интересное. Так, 23. Сейчас, секунду, извините. 24. Похоже на то, что вторая страница просто вообще не нужна. Нет. 20, 21. 22, 23 должно быть. А вот это и есть 22, 23. Значит, вторая страница здесь просто пока не нужна. Ну, извините, каким образом она здесь появилась, я уж не знаю. Так, как же это делают-то? Опять что-то странное у меня произошло. Ладно. Да что такое наказание какое-то? Да. Да. Значит, я приношу свои извинения. Сейчас продолжим. Значит, страницу 2 я постараюсь потом удалить. Из вот этого самого страниц ротаря. Так, ну хорошо. Очень интересно. Ну, просто очаровательно. Так. Значит, итого, следующая страница. Значит, пример. Размещение двух частиц по двум ячейкам. Возьмем правило. Господи, какое несчастье. Это надо прыгать вот так. Нет, это не то. 1, 0. 1, 0. Сколько угодно частиц. И рассмотрим сначала размещение различных частиц. То есть, пометим одну частицу знаком плюс, другую знаком минус. Ну, или первая, вторая. Тогда имеется 4 способа соответствующих размещений. Господи, какой кошмар. Ну, почему он так плохо себя ведет? Вот, значит, эти способы размещения. Ну, мне туда, к сожалению, не ткнуть. Первый способ. В первой ячейке лежит и плюс, и минус. Во второй ничего. Второе размещение. В первой ячейке плюс, во второй минус. Третье размещение в первый минус, во второй плюс. И четвертое размещение в первой ничего, во второй обе. Значит, имеется 4 способа размещения рисунка 1. Считая, что эти размещения равновероятны, получаем, что вероятность того, что в каждой ячейке будет по одной частице, то есть это способ 2 и способ 3. Есть 2 способа делить на 4 способа, 1, 2. Так можно рассуждать, размещая, например, 2 реальных шарика по двум ящикам, если эти шарики как бы нельзя различить. Теперь частицы принципиально неразличимы. Тогда мы можем пометить каждую из них лишь одним символом плюс. То есть неразличимы. Это 2b. Ну, например, да, нас интересует только сумма двух слагаемых. Нам совершенно все равно, в каком порядке идет сложение, потому что а плюс b и b плюс а дадут нам одинаковую сумму. Тогда имеется всего 3 способа размещения. Вот он рисунок 2, но я боюсь, что там совсем плохо видно. Ну да. Ну и так понятно. В первой ячейке два объекта, два плюсика, во второй ничего. В каждой ячейке по одному объекту и третье размещение. В первой ячейке ничего, во второй два объекта. Итого 3 способа размещения. Причем никакой из этих исходов на более мелкие неразложим. Можно считать, что вероятности этих исходов одинаковы. То есть вероятность каждого исхода одна треть. И тогда вероятность того, что в каждой ячейке по одной частице одна треть. Итак, смотрим. Здесь была одна вторая, здесь одна треть. То есть в зависимости от того, как мы ставим задачу, мы можем получить, вообще говоря, различные вероятностные схемы. Пример показывает, что размещая в принципе различные частицы, мы должны следовать первому правилу. Даже если не важно, какая частица в какую попадает. Ну, а если мы размещаем неразличимые частицы, то во втором правилу. Так, и начинаем дальше конкретно работать. Значит, переходим к подсчету. Количество исходов во всех четырех случаях. Итак, один нолик А. Давайте посмотрим, что это значит. Один нолик. Вот он один нолик. Сколько угодно. А – различимые частицы. Итак, у нас случай один с ноликом А. Сколько угодно частиц в любую из К урн. И частицы у нас неразличимы. Тогда н-ную частицу можно положить в любой из Р ящиков. Следовательно, значит, когда мы ищем количество способов для омега в случае n частиц, то можно добавлять н-ную частицу. И ее можно положить в любой из ящиков. Значит, здесь будет R вариантов туда, куда мы положили эту частицу, умноженное на число способов, ежели бы у нас была частица n-1. Тем самым, ну, вообще говоря, проводя индукционный спуск вниз, мы получаем, что в этом случае количество всевозможных исходов элементарных, то есть кардинальное число омега, есть R в степени n. Почему R в степени n? Потому что следующую частицу, n-1, также можно будет положить в любой из R ящиков. И тогда мы получим R умножить на R и умножить на n с индексом n-2. Ну, тем самым, кардинальное число R в степени n. Значит, что не очень хорошо у ротаря. У него довольно подробно все написано, но нужно думать. Вот это, к сожалению, не исключается. Теперь 1 с ноликом B. Смотрим. 1 с ноликом. Это опять же сколько угодно частиц. B неразличимы между собой. В предыдущем случае частицы были различимы. Нарисуем подряд. Вот это надо смотреть вот сюда. Вот он рисунок 3. Много-много палочек. А именно n плюс r минус 1 палочку. Выберем из них n палочек. Это можно сделать способами. С из n минус r минус 1. Их всего столько. А выбираем n. Значит, с из n плюс r минус 1 по n способами. И заменим те палочки, которые мы выберем. Ну, если хотите, плюсиком, можно ноликом и так далее. Скажем, первоначальная картинка изображена на рисунке 3. А затем получился рисунок 4. Смотрим на эти рисунки. Вот у нас сначала было нечто. Потом мы выбрали n палочек. И на месте этих n палочек у нас стоят плюсики. Теперь здесь у нас n плюс r минус 1 в примере равно 7. Поначалу было 7 палочек. Затем мы выбрали. Давайте смотреть, что мы выбрали. Значит, вместо первой палочки поставили плюсик, вторую оставили. Вместо третьей палочки и вместо четвертой палочки поставили два плюсика. Потом три палочки оставили. Вот исходная картинка. Вот преобразованная. Так. Это будет означать, что в первую ячейку... Сейчас смотрим, где у нас первая ячейка. Вот она первая. Ну, вот никак я туда не могу добраться. Что за наказание? Ну, уйдите. Все равно туда мне не добраться. Ну, вот хотя бы. Может, получится. Ну, вот хоть чуть-чуть видно. В первом ящике у меня одна частица, во втором ящике две частицы, третий, четвертый, пятый, третий ящик, четвертый ящик, пятый ящик. Нет ни одной частицы. Значит, такая процедура соответствует одному и только одному размещению. Следовательно, количество возможных исходов или кардинальное число омега. В данном случае есть С из n плюс r минус 1 по n. Кстати, это сочетание с повторениями. По поводу сочетания с повторениями в стандартном задачнике Демидовича и К. Или там не Демидович был первый, я не помню, кто там. Надо посмотреть. Но он вам по анализу рекомендовался. Там третий том. Это как раз вероятность. Там по этому поводу сочетание с размещениями тоже тут написано. Так, ну давайте чуть уменьшим, а то ничего не видно. Итак, поняли, что в том случае, если мы размещаем сколько угодно частиц и частицы в каждую ячейку, и частицы неразличимы, то вот у нас возникает количество всех исходов. Теперь 2 с ноликом А. Значит, это по, смотрим еще раз, 2 с ноликом. По одной частице А различимы. Но я уже говорила, что в этом случае, если только по одной частице, r должно быть больше либо равно n. И разместить частицы тем самым, раз по одной частице, нужно просто выбрать те из ящиков. Вот у нас r штук есть. А нужно выбрать те, в которые мы положим n частицы. Это c из r по n способов. Тем самым, сначала мы выбрали ящики. c из r по n. А потом частицы, выбранные ящики, можно разложить в каком-то порядке. Поскольку частицы у нас различимы. Ну или хотите, не в порядке, а в очередности. Сначала положили первую, потом вторую и так далее. А можно наоборот. Сначала вторую, потом первую. И это еще n факториал. Ну и получаем, что это ничто иное, как количество размещений из r по n. А иначе вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Ну и в случае 2 с ноликом b. b это частицы неразличимы. То есть вот этот порядок нас не интересует. Тогда кардинальное число будет c из r по n. Ну вот все четыре случая рассмотрели. И теперь, наконец, примеры применения этих схем. Задача фактически. Значит, каждый из n пассажиров лифта может произвольно выбрать один из r этажей, ну чтобы войти или выйти. Ну скажем, чтобы войти. Какова вероятность? А, вот чтобы выйти. Того, что на первом этаже выйдет n1 человек, ну будем считать, что вообще-то вошли все на нулевом этаже. А для выхода могут использовать первые и так далее. Входят тем самым, повторяю, на нулевом этаже стандартная вне Советского Союза нумерация. Вот как бы есть этаж, на котором все входят, он нулевой. Итак, на первом этаже выходит n1 человек, на втором n2 и на r там nr человек. Значит, что это за задачи? Во-первых, на каждом этаже может выйти сколько угодно человек. Дальше смотрим, что такое а. А это люди различимы. Ну вообще говоря, Иванов, Петров и Сидоров люди разные, поэтому различимы. То есть, эта задача 2 с нуликом сколько угодно и различима. Тогда получаем, что... Так, это не та задача. Получаем, что количество элементарных исходов есть r в степени n, как на предыдущей странице у нас было показано, как раз 1 с нуликом а. И осталось только сообразить, значит, знаменатель. Так, вот он, r в степени n. И осталось только понять, сколько благоприятных исходов у события а. Но для благоприятных исходов события а мы уже получили вот эту очаровательную формулу. Это вот как раз она. Значит, мы переставляем между собой n элементов, причем n1 из первой группы, а n2 из второй и так далее, и nk из катой. Вот у нас та формула, которая нам теперь нужна. И ее-то мы подставим в формулу для нахождения вероятности события а. Вот она в числителе, и r в степени n в знаменателе, ну или r в степени минус n в числителе. Так, вот эта задача понятна. Это, кстати, очень полезная задача. Надо что-то повторять. Ладно. Можно еще раз повторить, откуда r в степени минус n? Это связано с тем, что это 1, 0, а. 1, 0, а. Мы такой вариант рассматривали. Вот он у нас. 1, 0, а. Сколько угодно в каждой ячейке различных объектов. И мы это считали следующим образом. Добавляли n-ный объект в предыдущее множество элементарных исходов. Поскольку n-ную частицу или n-ный объект можно добавить в любой ящик, то и получаем, что этих ящиков у нас r или у r умноженное n с индексом n есть r умноженное на n с индексом n-1. Дальше индукционный спуск. То есть еще раз применяем этот же прием к n с индексом n-1. Получаем, что n с индексом n-1 есть r на n с индексом n-2. Ну и так далее. Ну и получаем вот это r в степени n. Вроде тогда вы сказали, что более-менее понятно. Хорошо, спасибо. Если хотите, можно вообще бессовестно это воспринимать следующим образом. Сначала вытаскиваем тех, кто выйдет на первом этаже. Число способов c из n по n-1 могут выйти любые n-1 людей. Дальше у нас осталось n минус n-1 человек. На втором этаже мы хотим, чтобы вышло n-2 человек. Значит, умножаем. Эй, господи, планшет бы. Ну ладно, это у меня сейчас моральных сил нет. Перекидывать на планшет. Можно, конечно, если очень хочется. Ну как-то у меня скорость перекидывания маленькая. Ну не знаю. Попробовать можно. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, N1 куда-то не туда ушло. Понятно, вот здесь. N1. Дальше умножаем. C. Сейчас я покажу. Естественно, не видите, потому что расшарить надо. Итак, действие первое. Из N человек, который выходит на каком-то этаже, выбираем N1 человек, который выходит на первом этаже. Это C из N по N-1. Затем у нас осталось N минус N1 человек. И на втором этаже должно выйти N2 человека. Значит, всего способов выйти на двух этажах произведения вот этих C. Затем надо умножить на C из N минус 1 минус N2 по N3 и так далее. Значит, если хотите, проверьте. Ну, давайте я попробую здесь написать. Так, только надо найти место, где это у меня есть. Ага, ага. Ну, что такое? Я с планшетом не очень привычно себя чувствую, поэтому вот он как-то себя ведет странно. Значит, равно N факториал. Поделить на N1 факториал. И на N минус N1 факториал. Это первое. Теперь второе. N минус N1 в скобочках факториал поделить на N2 факториал и на N минус N1 минус N2 факториал. Замечательно. И теперь вот это вот удовольствие стерлось. Вот. Итак, если вы все это распишите, у вас все время вот эти вторые слагаем, со множители в знаменателе будут сокращаться, а первые будут оставаться. В числителе будет оставаться только N факториал. Каждая цешка будет добавлять один со множителей в числителе, который будет сокращаться, и два в знаменателе. Один из них сокращается, второй остается. Ну и получится как раз N факториал на N1 факториал на N2 факториал. Если хотите, можно вот так воспринимать ситуацию. Кто хочет, может взять и проверить, что и действительно, если все цешки перемножить, то получится ровно N факториал делить на N1 факториал на N2 факториал. Значит, я потихоньку улучшу свою эту форму записи на планшете. Я неделю назад вообще начала пытаться с ним работать и грузила все из-за разных фокусов на моем компьютере, из-за того, что у меня, ну, ноутбуки, есть там администратор и все это. В общем, я два дня занималась тем, что он вообще начал работать, мой планшет. Так что совсем чуть-чуть я попробовала что-то делать, еще не научилась. Так, ну это до какой-то степени понятнее, если работать вот именно так. Считать, что на первом этаже вышло N1 человек, и это C из N по N1 способов. Да, так понятнее. Во втором C из N минус 1 по N2, ну и так далее. До последнего, в последнем случае будет на самом деле C из N вытащим все, кроме N катого. Значит, это будет N катая по N катому. Это единичка. Так, ладно, это мы закроем. И попробуем вернуться, хотя это непросто. Сейчас, секунду. Мне нужно, простите, вернуться тогда к ротарю. Так, ну вроде бы вернулась. Смотрим. Я говорю, так. Ага, вот ротарь. Я говорю, что ротарь, он как бы, ну не совсем стопроцентно тривиальный. Там думать надо. Передача вторая. Какова вероятность того, что у N людей все дни рождения различны? Ну, во-первых, N должно быть меньше, чем количество дней. Ну, считаем, что дней, скажем, 365. Здесь нам надо, опять же, N частиц, то есть людей, раскинуть по R ящикам, то есть по 365 ящикам или ячейкам. Так, теперь в каждую ячейку можно отправлять только одну частицу. Раз одну частицу, то смотрим. Так, вообще-то это 2. А. А. А там, по-моему, было написано 1 А. А, нет, все правильно. 2 А. Ровно, ну не более одной частицы. И частицы различимы. Так, смотрим. В этом случае для Омега было у нас... Сейчас было где-то. 2 А. Вот, что мы получили для количества всего исходов. R, ну и так далее, умноженное на R минус N плюс 1. Значит, теперь нам только нужно число благоприятных для А. исходов А. Вот я прошу прощения. Это как раз так. Секунду. Бу-бу-бу-бу-бу. Сейчас. Дошло. Здесь просто очень все хитро. Значит, вот это есть вероятность для А. Невероятность, а количество исходов для А. Значит, в каждом не более чем 1. И люди между собой различимы. Значит, для А действительно вот столько. N факториал на С из R по N. А теперь всего возможностей это 1 А. То есть от Бога всего исходов размещения людей по дням рождения в этом случае в любой день от Бога может попадать сколько угодно людей. Люди различимы. Это как раз 1 0 А. И это мы опять же смотрели. это вот то, о чем вы уже спрашивали. Вот оно 1 0 А. Это R факториал. Количество ячеек. Тьфу, не факториал, а в степени N. Количество ячеек в степени N. Значит, 365 в степени N, где N количество людей. И в числителе вот N факториал на С из 365 по N. Ну, в принципе, можете посмотреть, посмотреть дома. Вот эти задачи, они полезны. Дальше я не стала грузить. Там, если хотите, достаточно интересное еще есть предложение. Значит, что это такое. Еще раз объясняю. Вы это можете выгрузить посмотреть. Если вам в принципе интересно, значит, это ROTARь. Дополнение к параграфу 1. Некоторые конкретные классические схемы. Так. И это, ну, где-то 20-я страница. Значит, там подряд 6-7 страниц. Нет, не 6-7, 7-8 страниц на вот эту тему. Можете в принципе выгрузить себе ROTARя и посмотреть. Но только я боюсь, что вот там будет не особо лучше, чем здесь. Потому что единственный вариант ROTARя, который у меня есть, это мне когда-то КТшники его отсканировали. Дело в том, что этот учебник, я считаю, очень неплохой, был издан в количестве 10 тысяч экземпляров Московским университетом. У меня как бы случайно есть один личный вариант. Ну вот отсюда и пошло вот это вот удовольствие с тем, что я вам тут выкладываю. К сожалению, в интернете я его не нашла. Если кто-то найдет, ну ради бога, потому что учебник очень неплохой. Но у меня, я повторяю, он есть только ДВИшный после того, как мне его отсканировали. Так, хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы вот по этим четырем страницам ротаря? Значит, средняя страница это что-то вообще лишнее. Не знаю, можно добавить комментарий я не хочу. Я хочу вовсе даже удалить. Опа-па-па-па-па-па-па. Удалить. Так, удалили. А это переименовать. страница, конечно, не 3, а 3, 4. Так, а это не просто 1, а 1, 2. Ну там, ну да, все-таки 1, 2. Значит, ну вот это я вам оставляю на вашем диске. Значит, диск вообще-то использовался мною еще и в прошлом семестре для второго курса, у которого была матстатистика. И поэтому здесь как бы под название вашего третий курс весна 2021 года. Ну вот, здесь лежат как раз лекции, которые у нас были сегодня, две штуки и страницы ротаря. Так, значит, давайте сразу договоримся, пока живы. Чтобы жизнь показалась сказкой. Давайте вы к следующему разу, вот давайте посмотрим. Типовик. Типовик состоит для нас, там есть статистика, но это нас совершенно не касается, из семи тем по теории вероятностей. Первая тема, непосредственный подсчет. Вот здесь довольно много, опять же, с точки зрения теории. Вот классическая схема, скажем, вообще представлена. вот здесь наконец написано, что карда это мощность. Перестановки, размещения, сочетания, определены и формулы есть. Пример есть какой-то хороший или плохой. Дальше еще раз, там, произведение, сумма и даже условная вероятность тут есть, но у нас с вами правда ее не было. и дальше задачи. Значит, посмотрите, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, скажите, пожалуйста, в группе 61 действительно 5 человек? Да, нас очень мало. Нет, просто вот это мне важно. Значит, группа 61 берет вариант с 1 по 5, а группа 62 берет, опять же, по списку с 6 и так далее. Так, вот это я сейчас напишу, о господи, не там. Сейчас надо пока остановить и в чате, в чате. О господи. Так, какие там буквки? В. Вы меня просите, у меня просто безумное количество в этом семестре групп потоков и так далее. То есть, похоже, 5 потоков, 4 различного типа лекций, ну, хорошо, все в основном по вероятности статистики, я надеюсь, что первый курс у меня все-таки заберут. Так. Подскажите, в 61 группе 6 человек нас числится. 6? Тогда мы из первого по шестой берем? Да, сейчас пишу. Если 6, значит... О господи, там меньше. Господи... 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 Ирина Александровна, можно еще, пожалуйста, вопрос по поводу баллов? Можно уточнить вообще, как вот мы будем зарабатывать? Не знаю. Для этого надо посмотреть. Если у нас подсоединено, то скажу. А за экзамен будет 20 баллов, да? Надеюсь, что да. Хорошо, спасибо. Надо смотреть, что у нас там подсоединено. Что было в прошлом году, могу сказать, но вы знаете, в прошлом году у меня были группы другого типа. Так, вот я написала. Группа 3, 3, 3, 6, 1. Варианты с первого по шестой. Группа 2, 6, 2. Варианты, начиная с седьмого. Идите в ИСУ, берите свой список, смотрите, какой вы там человек, ну и, извините, первые семь не считаются. Все ли понятно? Кто не присутствует и что-то не понимает, я не виноватая. Будет делать не свой вариант. Ну, первую задачу, ладно, я приму, потом начну качать права по тому поводу, что вы делаете не то, что надо. Итак, вот тут в первой теме по одной задаче. Пока. Хотя, посмотрите, если вам будет не очень сложно, как бы, господи, да что такое-то, почему он не двигается? Как бы, вторая задача все равно это геометрическая вероятность. По поводу геометрической вероятности ни в одном учебнике ничего не написано, есть только в нашем этом пособии. Я могу два слова сказать, что такое геометрическая вероятность. Значит, считается, что у нас в самом омега есть некая область, выбранная в РН. На плоскости, в пространстве, может быть, напрямую, вообще говоря, РН может быть при любом Н. И это омега, оно с точки зрения меры Лебега измеримого. То есть, мера Лебеговская, ну, или, я не знаю, Жордановская, неважно, какую сумеете такую и находите, она конечна. И в омега выделяется, господи, ну, что такое, почему не двигаешься, вот как тебя двигать, я не понимаю. Ага, вот так, понятно. В омега выделяется область внутри омега. А. Вот рисунка здесь тоже нет. Значит, я могу, конечно, подсоединить планшет и нарисовать, если хочется. В общем, по-моему, это и так понятно. Вот произвольная омега. Например, омега есть круг на плоскости. А А, например, вписанный туда треугольник. Вот, пожалуйста, бога ради. И дальше. Теперь спрашивается, какова вероятность того, что выбранная случайным образом в этом омега точка попадет в А. Это так называемые геометрические вероятности. И будем считать, что у нас как бы равномерно непрерывное распределение. То же самое, что классическая схема. Грубо говоря, попасть в любую область пропорционально на ее мере. А больше ни от чего не зависит. Тогда, естественно, вычислять такую вероятность по формуле мера А, деленная на меру омега. Ну и вот здесь есть соответствующий пример. Задача, какова вероятность, что точка, лежащая в прямоугольнике 0П крест 0П окажется ниже графика синуса х на этом промежутке. Ну и как бы решается. Ну правда, лучше бы картинку опять нарисовать, но извините. И вот здесь опять же задача 1, 2 и так далее. Третью задачу пока трогать не надо, потому что там формула полной вероятности и боится. Это пока не для нас. Значит, я тогда на диске могу сейчас вот задание нет, лучше давайте мы новый образуем. Господи, да что такое? Извините, а можно уточнить, пожалуйста, еще по поводу формы, в какой вам отправлять удобнее, чтобы было? можно делать следующее, можно писать, да что за жизнь? Извините, я отключу, потому что здесь что-то творится, я опять куда-то не туда попала, да, 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 господи, ну что за наказание-то? Так, значит, может мы ответы тогда тоже будем на диск загружать? Пока ответы мне не нужны, мне нужны только решения. Ну, решения, имею в виду. Да, вот именно, вот это я сейчас и делаю. Извините, у меня тут просто переключение с русского на английский не всегда срабатывает и я этого не замечаю. Так, значит, папку я организовала, а внутри надо организовать под папки. но пока две под папки организую, потом, если кто-то следующую тему захочет выложить, может сам создать под папку, это легко делается. так, ну, демонстрирую. Очень хорошо, конечно, только где бы это мне у вас взять? Ага, вот вы. значит, демонстрирую третий курс весна 21-го года. Значит, папка типовой расчет решения. Открываю папку тема 1, тема 2. Значит, выкладываете сюда PDF либо скана рукописного, либо там, я не знаю, если фото будет читаться, я не уверена, что будет здесь читаться. Если будет, я не возражаю, мне без разницы. Либо пишите там в чем угодно, сохраняете в PDF, выкладываете. Здесь тема 1, здесь тема 2. Так, ну, я сейчас попробую вот у этих 2-го курса что-нибудь такое есть. Нет, это как-то не очень видно. Господи, да что такое? Извините, а какие сроки? Сейчас я все объясню. нет, ну, что мне за жизнь? Ну, никак у меня не получается просто дойти до того, до чего нужно по этому диску. На нем уже слишком много. там очень глубоко надо забираться. Нет, ну, вот никак я не вижу, а вот здесь может быть все-таки. Так, вот, показываю. Видно, нет? Вот, скажем, 8 баллов это я уже ставила, после того, как проверила. А человек выложил свою работу следующим образом. лабораторная работа 5. Фамилия, имя и группа. Значит, у вас ТР, ну, тема 1 можете писать, а можете писать просто 1. Ну, так как вы вообще в первую кладете, ну, на всякий случай все-таки 1 ставьте. ТР1 фамилия, имя, номер группы. Так, хорошо. Значит, уходим отсюда. Еще бы вылезти из всего этого. Что совсем не так. Ой-ой-ой-ой. Просто ибо я повторяю, на всякий случай я сейчас особо не ухожу, потому что у второго курса там была как раз, о господи, где же ваша группа? Ага, вот она. Вот они. Как раз были, у второго курса как раз была статистика, правда, целый семестр, но уж это дело такое, все-таки можно где-то что-то посмотреть, могу я вас туда как бы отправить, там как бы есть примеры того, как оформляются работы по статистике, с вероятностью все просто, а со статистикой сложнее. Значит, что по статистике? Ну вот меня как бы требуют РПД по другой, для тоже такого же типа дисциплинии, но там с другой расчесовкой, и говорят, что это для тестов, то есть может быть тесты вам подключат, но я не представляю, если что-то они там сделают, но может у них есть тесты, я не знаю, я буду спрашивать, когда буду общаться с людьми, которые якобы подключают тесты, что там вообще есть, совершенно не представляю всех, что там с точки зрения тестов есть, до сих пор, но у меня вообще был только КТ последние 15 лет, исключительно КТ парфеновские дети, и там мы общие тесты не писали, тесты были внутренние, мои посмотрим, но что у вас точно есть, в каждом модуле одна, нет, в первом модуле, я прошу прощения, в первом модуле, который будет вероятностной, контрольная работа и вот этот типовик из семи задач, вот это с моей стороны, типовик из семи задач и контрольная, а контрольная договоримся, она будет попозже, в конце октября, и во втором модуле, там будет статистика, и там исключительно вот так же, как у молодых людей, я вам только что показывала, там отчет вместе с кодом, при этом, давайте я напишу, может быть уже полезно и в вероятности это делать, значит, уберу шарскрин вообще, господи, и напишу в чате, значит, латиница, так, все еще латиница, так, или, ну, я не знаю, если есть, ну, бог с вами, правда, я не знаю, ой-ой-ой-ой, стопроцентно ли они совместимы, у меня сейчас только октав стоит, лицензионный, я могу, наверное, попытаться, но это, опять же, в общем, короче говоря, я могу сказать вам следующее, я уже две недели знаю, что у меня расписание во вторник, хорошо, что не с вами, идет с наложением, в одно и то же время должны быть лекции для второго курса и для четвертого, причем они абсолютно разные, я уже две недели пытаюсь как-нибудь спросить, ну, хорошо, давайте я сама перенесу, или давайте вы что-нибудь сделаете, и никакого эффекта, мне говорят, да-да, напишите письмо, я вот четыре письма написала, толку никакого, четыре раза звонила туда-сюда, так как занимаются всем сразу, то вот-вот-вот вот такой бардак, поэтому, может быть, я и могу получить MATLAB, но сто процентов не сразу, хотя, конечно, и статистика у нас пойдет не сразу, так что не знаю, но во всяком случае, вот что касается октава, значит, MATLAB-то у вас заберут, через какое-то время, а октав вы можете себе приспособить, поскольку он бесплатный, и он не содержит по отношению к MATLAB-у только кучу приложений, которые там нужны для финансовой математики, для банковских каких-то расчетов, для, господи, как она называется, экономики, и так далее, и так далее, для эконометрики, вот как называется, эконометрика, экономика, финансовый, финансовый, всевозможные финансовые приложения, ну, там еще много чего есть в MATLAB-е, вот это октав не содержит, а вся, как бы, просто вычислительная часть там есть, так смотрите, как хотите, можете пользоваться MATLAB-ом, если у вас действительно лицензионный, и как бы у вас к нему есть доступ из дома, а можете пользоваться октавом из дома, поскольку, поскольку со статистикой, конечно, лучше из дома общаться, и они, как бы, должны быть совместимы, по крайней мере, до сих пор были совместимы, они, правда, развиваются, собаки, я уже не на 100% вручаю, что все совместимо, так, значит, значит, ага, Валерия Наутран, значит, давайте еще раз к вам вопрос, у вас MATLAB, есть в домашнем варианте, вы можете работать из дома на MATLAB, в MATLAB? Ну, те, у кого он скачан, да, могут работать из дома в MATLAB, но нам удобно и в октаве, мы можем и там, и там работать. Смотрите, потому что октав, он короткий, и тем самым есть еще октав онлайн, что вообще от вас как бы не очень много чего потребует. Ну, смотрите, как вам удобно. Соответствующий код мне нужен будет и результат, а также описание, ну, отчет по типу, а что я получил. Так, ладно, у нас осталось совсем малое количество времени, давайте все-таки сходим еще раз на диск. так, господи, и так, это нам сейчас не надо, зайдем вот в это задание. Значит, здесь просто задачи, ну, так как у нас сейчас там загружен свешников, то можно и по свешникову работать, я посмотрю, если есть еще один задачник, Гурский, то тогда и как бы вообще проблем не будет. Ну, пока вот задание загружено. Что здесь загружено? Так, ну, во-первых, что значит номера, задания и ответы? Это я грузила в прошлом семестре для такой замечательной группы, где был один единственный человек, и мы с ним каждую неделю имели занятие, смешанное лекции и практика, вот я для него это загружала, и просто здесь следующее. Для следующих там задач есть ответы, тем самым ответы вообще, говоря, не для всех. Что касается вас, то, что я прошу, а, да, у меня был еще вопрос сроки, следующие. Для первой темы, пожалуйста, неделя, для второй темы две недели. То есть вот эта неделя? К понедельнику я хотела бы получить результаты, но хотя бы в понедельник выложенные, чтобы я там, начиная с пятницы, могла их проверить, потому потому что у меня сейчас заняты дни, причем сильно заняты, вот как с вами сегодня и больше, начиная с понедельника и кончая по четверг, при этом это еще неправильное расписание, потому что мне еще куда-то четыре часа надо вытащить, поэтому проверять я могу только там где-то в субботу. Значит, вот выкладывайте, когда можете, не позднее, лучше бы понедельника, в принципе, если вы выложите позже, я тоже проверю, только могу где-то снимать баллы, не разрешать исправлять, вот как есть, так и есть. Так, теперь в принципе эти семь задач типовика это 10 баллов. Значит, давайте договоримся, что как-нибудь я буду исходить из 10 или, может быть, из 9 баллов, чтобы мне было куда, но надо посмотреть еще раз разбаловку. Я бы хотела куда-то добавлять выступление на практике. Значит, вот я сейчас вам еще раз покажу. Здесь загружены задачи. Так. Вот незадачи. Вот идут задачи. 3-1 и так далее. Вот они идут задачи. Значит, я бы хотела, чтобы к следующему разу, это у нас следующий понедельник, и, может быть, я посмотрю, что там, чего там будет больше, практики или лекций. Посмотрим. Все хитрее. Это у нас сегодня есть практические занятия, а через неделю, на второй неделе у нас не будет практических занятий в это время. То есть, на следующей неделе у нас таки есть лекции. А, причем два раза лекции, начинаем в 8-20. Ничего себе. И практика. Скорее всего, именно так я и сделаю, потому что мне надо бы приехать к формуле полной вероятности и формуле байеса. а это еще зависимость, независимость, условная вероятность. много, но я посмотрю. В конце концов, это не так страшно перекинуть туда-сюда, если все часы наши, все идут подряд. Тут никаких проблем особых нет. Значит, на следующей неделе запланировано две лекции с 8-20 и одна практика с 11-40. Хорошо. Значит, вот повторяю, здесь лежат задачи, что можно? Можно их решить и каким-то образом загрузить на свой диск тем самым, чтобы можно было нам продемонстрировать решение задачи на следующем практическом занятии. Как бы, ну вот, да, я помечу, что вы активно работали на практическом занятии и там, по крайней мере, полбалла добавлю. Теперь, что это фактически за задачи? Так, есть ли тут хоть одно решение? Сейчас посмотрю. Нет, классическая. В общем, нет. Здесь только задачи, решений здесь нет. Ну вот, давайте посмотрим на вторую задачу, пока у нас есть почти 10 минут. Значит, на удачу взят телефонный номер, состоящий из пяти цифр. Что это значит? У нас есть, грубо говоря, пять ячеек, и в каждую ячейку мы можем равновероятно поставить любую цифру от нуля до девяти. Цифр десять. Ноль допустим. Тем самым у нас типичная классическая схема. Чему вероятность, чему равна вероятность того, что все цифры различные? Значит, нам надо, во-первых, найти количество всего таких телефонных номеров. Скажите-ка мне, пожалуйста, а сколько таких телефонных номеров существует? Это насколько сочетательно? Нет, количество номеров, я пока не из пяти цифр. А всего номеров? Да, из пяти цифр. Десять пятый? Десять в пятый, совершенно верно. На каждое место можно поставить любую цифру, итого десять в пятый. Так, и затем, значит, чему равна вероятность того, что все цифры различные. Опять же, тот же человек, это кто у нас был? Игорь Никитин. Ну, то есть, получается, у нас сочетательное сочетание, это для номеров, у которых все цифры различные. То есть, С из чего, почему? Ну, С из пяти по десяти, точнее. Из десяти, сначала индекс, из десяти по пяти. Значит, действительно, я совершенно согласна, что это С из десяти по пять в знаменателе, нет, в числителе. В числителе, а в знаменателе уже всего. Да, десять в пятой степени. Десять в пятой. Так, ну, вот я не помню, есть ли у меня ответ для второй задачи. Да, есть, правда, он уже приведенный к божескому виду. Ну, вот, можете посмотреть, приводится к божескому виду или нет. Значит, что касается первой задачи, ну, не знаю, мне так с ней тяжелее разбираться. Выпуклый двадцати уголь. берутся две вершины и соединяются отрезком. Какова вероятность того, что этот отрезок является диагональю двадцатиугольника? У меня сразу возникает ужасный вопрос. А что такое диагональ двадцатиугольника? Вот я, человек тупой, я не понимаю. Диагональ для двадцатиугольника это что? Надо соединять какие-то конкретные вершины? Скажем, первую с одиннадцатой или как? Ну, чтобы с обеих сторон лежала ровная полиска. Я говорю, первую, там, сейчас сообразим с одиннадцатой, со второй по десятой, ну, и так далее. Да. Хорошо. Ну, да. Если понимать, что такое диагональ, определить ее, одинаковое количество вершин на каждом отрезке. Ну, выпуклый двоцеугольник, скажем, можно вписать явно в окружность. Вокруг него явно, если он правильный, конечно, считаем, что выпуклый и правильный, а то уж совсем ужасно. В окружность его вложим для восприятия и слева и справа, ну, вот, в любом движении одинаковое количество вершин. Ну, можно и не вписывать. Так. Дальше. На полке пятнадцать книг, пять в переплете, а тем самым десять бедненькие без переплета, ну, или мягкий переплет. Дальше. На удачу берутся три книги. Какова вероятность, что все три книги в переплете? Ну, такие задачи мы сегодня фактически решали. Дальше, опять же, шары занумерованные выбираются в шесть. какова вероятность того, что среди них есть шарики с номерами один и два. Ну, вот, из двадцати шесть это С из двадцати по шесть это все исходы, а вот как для А искать, это уже смотрите сами. Ну, и так далее. Хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы ко мне по тому, что было сегодня или по ну, той же классификации ваших знаний и еще что-то в этом роде? Любые вопросы? А если два человека или три человека решат там задачу, то можно как по очереди будем говорить или разделим как-то? Как мне ответить на этот вопрос? В нормальной ситуации надо бы класть на диск, чтобы я как бы смотрела, но такая нормальная ситуация была бы возможна, если бы у меня не было десяти групп на практике. Я боюсь, что я с этим закопаюсь до бесконечности. Поэтому давайте сделаем так. В первый раз как выйдет, во второй раз, если будет человек не говоривший в прошлый раз, то он в приоритете. и так далее. Если там у нас пройдет, 20 часов 10 занятий практических к десятому занятию человек не говорил, то значит он в приоритете. Как с этим быть, я не знаю. Я повторяю, что в том случае, когда у меня не было 24 часа в неделю, а то и 26 иногда, я просила положить на диск и смотрела. с вами дай мне бог успеть посмотреть во всех тех группах, которые у меня сейчас есть типовой расчет и контроль чтобы вас не задерживать, чтобы не чтобы из-за меня там люди, которые могут получить четверки и пятерки не оказались в прорыве. правда скажем в этом семестре мне позволяли зачет ставить ну чуть ли не до 30 января и какие-то вещи добавлять для первого курса тоже очень долго. Но в прошлом году замечательный приказ о том, что практическая ведомость должна быть закрыта 31 декабря был насчет 31 мая просто не знаю было ли а 31 декабря 100% так как меня это не касалось то, что там было с маем я не знаю такой приказ был как бы практическая ведомость закрывалась поэтому вот пусть меня извинят я прежде всего буду проверять то, что в обязательном порядке ставится на родонаселение и стараться как можно быстрее все поставить к сожалению вот с типовиками чуть хуже я буду только писать внутри и ставить себе потому что как бы ну там одна графа и добавлять ее каждый раз но это убийственно по всем группам ходить добавлять хорошо, что у вас только две группы там групп м скажем шесть это мне только приглашение писать дальше извините меня бога ради я вам прислала приглашение оно там на восемь по-моему занятий и я специально написала с восьми двадцати ко всему прочему на самом деле я могу начать в восемь двадцати такое которое я запланировала на десять это как бы несущественно и опять же ограничения по количеству часов там опять же нет поэтому дорогие господа ближайшие восемь недель вот у вас зум все что я так сказать хочу с вас требовать и так далее будет лежать на диске все вопросы с которыми вы хотели бы ко мне обратиться во время конференции зумовской или написать на почту адрес я вам дала есть ли вопросы ко мне значит да я могу рассказать какая была расчесовка господи вот это невозможно потому что у вас ТВМ от статистика у меня в одном семестре 40 часов у меня такого никогда не было ну идеологически контрольная там обычно 10 баллов типовой расчет 10 баллов а тест я не помню потом там раньше были какие-нибудь личные качества короче говоря я каюсь значит собственно теория вероятности у меня была за последние годы массово собственно математическая статистика у меня была менее массово но тоже даже в полном объеме скажем в прошлом семестре даже два раза но там это были семестровые курсы или модульные на шестом курсе поэтому что там с вашей расчесовкой не в курсе надо посмотреть как только расчесовка появится я все скажу я не смотрела говоря честно есть у вас расчесовка в Дэйф Мору или нет вопросы еще ко мне если вопросов нет то время вышло и у вас какие-нибудь следующие занятия могут быть поэтому я должна вас отпускать до свидания 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 Продолжение следует...